Все в деревне любят и сочувствуют бабушке, которую зовут Графилу или просто Граша. Но люди находят ее немного странной. Она очень тихая и дружелюбная, но всегда избегала контактов с другими, предпочитая быть одной. Это не потому, что она боится людей или вынашивает дурные намерения. Нет, просто ее жизнь была тяжелой, и хотя люди жалеют ее, она не выносит жалости. Поэтому она держится подальше от скучных светских бесед и раздражающих собеседников, не желая ни с кем обсуждать свою жизнь. В юности Граша была красавицей деревни, и многие парни соперничали за ее любовь. Однако, кроме Андрея, деревенского аккордеониста, другие ее не интересовали. Они уже назначили дату свадьбы, но судьба не дала ей такого шанса. За три дня до свадьбы скончался ее жених. В то время она на два года погрузилась в полное молчание, ни с кем не разговаривая. Даже ее родители думали, что она сошла с ума. Затем постепенно она начала приходить в себя, только сказав им, что никогда больше не выйдет замуж. Она всю жизнь отдавала аккордеонисту всю свою любовь, которая была в ее сердце. Вскоре после этого родители Графилу скончались, оставив ее одну в этом мире без мужа и без детей. Позже несколько молодых людей сделали ей предложение, но она им отказала. После войны в деревне почти не осталось мужчин, и все легло на плечи женщин. Итак, Гриша всю свою жизнь прожила в старом доме своих родителей, расположенном на окраине деревни рядом с лесом. Деревня была маленькой, все знали друг друга, доверяли друг другу, и незнакомцы были редкими гостями. Однако, если мимо проходили охотники, она без колебаний приглашала их войти, угощала ужином и, при необходимости, предоставляла жилье. Однажды вечером кто-то осторожно постучал в ее окно. Стоит упомянуть, что из-за преклонного возраста у нее также начало слабеть зрение. Это оказались охотники, возвращавшиеся из леса, промокшие от дождя. Все они дрожали от холода. Под осенним дождем они попросили остаться на ночь, чтобы обсохнуть, выпить чашечку горячего чая, согреться. Что касается Граши, почему бы не впустить хороших людей? Все были добрыми, как она, и сама она была проницательной женщиной. Охотник постарше сказал, нам просто нужно высушить одежду, выпить горячего чая, посидеть у теплой печки. Мы уйдем ночью, и ты даже не заметишь. Ты можешь остаться на ночь, сколько тебе понадобится, это нормально, ответил Граша. Графилара Петровна, вам не страшно жить одной в этом глухом месте? Спросил пожилой охотник. Это место действительно глухое, но мне ничего не нужно, ответил Гриша. Моя жизнь существует только для Бога, и Бог, возможно, даже забыл меня. Только самые молодые, возможно, помнят меня точка. Она пожелала путешественникам спокойной ночи и затем ушла. Она вошла в комнату, рядом с которой стояла ее собственная кровать. Охотники принесли животное, точнее детеныша, но они не сказали Граши. Старший охотник поместил молодого волка и детенышей в сарай, чтобы снова не беспокоить Грашу и свести к минимуму ненужные вопросы. Очевидно, он уже спланировал это в уме. На следующее утро мужчины ушли, как и договаривались, забрав двух волчат и оставив самого слабого на крыльце Граши. Утром Граша вышел во двор, с удивлением обнаружив эту маленькую собачку и не сразу поняв, что это необычное. Она подняла маленького серого щенка, принесла его в дом и начала ухаживать за ним и согревать. Малыша всю ночь держали в сумке и, почувствовав тепло, он крепко прижался к ней, полностью прекратив дрожать, а затем заснул в объятиях Граши. Она сидела на стуле, бодрствуя всю ночь, чтобы не потревожить это измученное маленькое существо. Она подумывала о том, чтобы поискать хозяина собаки в деревне, полагая, что хозяин в конце концов придет за ней, но прошло три дня, а никто так и не появился. За эти несколько дней у нее установилась глубокая эмоциональная связь с этой одинокой жизнью, и она не могла заставить себя отпустить ее. Эти щенки были почти неотличимы от волчат, с той лишь разницей, что волкодав не лаял, а только выл. Но это не имело значения, у каждого существа были свои особенности, возможно, ему не хватало звука, наивно подумала она. Она назвала щенка Терез точно так же, как раньше давала имена всем собакам в своем доме. Тем временем волкодав продолжал расти и процветать. Несмотря на некоторую дикость, Терез был полон преданности, нежен и послушен Граши. Он сопровождал ее в деревню, не привлекая особого внимания, поскольку люди начали принимать этого необычного компаньона. Волкам не разрешалось появляться в деревне, но в лесу Терез мог свободно бродить, часто проводя там дни после того, как подрос. Иногда он оставался там на несколько дней, но всегда возвращался. Граша приспособилась к образу жизни своего питомца. Он часто приносил домой пойманных им диких кроликов и куропаток, превращая ее дом в роскошный пир. Терез также наслаждалась вкусными блюдами, и поскольку Граша редко общалась с другими, она не получила новостей о том, что в лесу появились двое беглецов. Либо люди забыли об одинокой пожилой даме, либо полиция не посещала ее дом, ситуация была неясной. Но Гриша продолжал жить спокойно, не ощущая никаких зловещих признаков. Незадолго до удачной лесной охоты Терез вернулась домой. Аромат свежеиспеченных пирогов и тепло мяса рябчика, медленно тушащегося в русской печи, наполнили дом. Именно в этот момент, среди дыма, поднимающегося из трубы ее старого дома, стало очевидно прибытие незваных гостей. Коттедж Граша выглядел так идеально, как будто его только что отремонтировали. Несколько человек подошли к дому с просьбой остаться на несколько дней и отдохнуть. Ничего не подозревая, Граша пригласила этих преступников в свой коттедж, думая, что они просто вернулись усталыми охотниками. Однако Терез сразу почувствовала недобрые намерения незваных гостей. Когда один из преступников был груб и непочтителен к бабушке Граши, волк издал глубокое рычание, обнажив острые клыки. Шерсть у него на загривке встала дыбом, а глаза угрожающе заблестели. Во рту виднелись огромные клыки. «Ты ведьма!» — хрипло воскликнул один из преступников. «Ты ведьма-убийца!» — взревел другой отчаянным голосом. Он вытащил нож, выжидая подходящего момента, чтобы метнуть его, в то время как остальные отступили к дверному проему, держа ножи в защитной позиции. В подходящий момент Терез бросилась на одного из преступников, яростно укусив его за руку сильной волчьей челюстью. Мужчина упал на землю, его болезненные крики эхом разнеслись по всему дому. Хотя он взмахнул ножом в воздухе, успешно ранив Терез, это не помешало волку продолжить атаку. Преступники быстро решили скрыться. Одному из них удалось убежать, но Терез держала другого, у того обильно текла кровь. Граша поспешно побежал в деревню, созывая вооруженных жителей. Они быстро усмирили одного из преступников, были внутри дома, в то время как другой был пойман в лесу на следующий день. Действия Граши спасли ее дом и Терез стала ее верной защитницей. С того дня люди в деревне также начали понимать ее преданность и храбрость волка. Однако травмы Тереза не были смертельными, преступники лишь слегка ранили его переднюю лапу. Граша несколько дней ухаживала за своим спасителем, используя для лечения мази и травы. Вскоре нога Тереза зажила, не оставив и следа от этого героического подвига. Волк продолжал жить рядом с ней в течение некоторого времени, часто уходя в лес. В конце концов, он исчез и больше к ней не возвращался. Некоторое время Граша была опечалена, но позже утешилась, поверив, что Терез нашел компаньона и создал свою собственную семью. Она знала, что продление жизни – самый фундаментальный инстинкт всех существ. Она дорожила этой историей. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, так как вас ждут еще интересные истории. Желаю всем всего наилучшего! Женщине, которую сбила машина за превышение скорости, пришлось хуже всего, но тут чудесным образом появилась собака. В Джорджии есть необычный городок, Шеннон долгое время жила в этом тихом месте, и она помнит, как жила в этом доме со своим мужем, который, как и все остальные в сообществе, жил вместе. До 26 января Шеннон пережила событие, изменившее ее жизнь. В ту ночь они с мужем поссорились, и, хотя ссоры – обычное дело в браках, эскалация ускорилась, и Шеннон изо всех сил пыталась справиться. После ссоры Шеннон захотелось немного уединиться, поэтому она вышла из дома и направилась к своей машине, которая была ужасно холодной из-за ночного похолодания. Она вскочила в машину и быстро уехала. Хотя у нее многолетний опыт вождения, и она знает правила дорожного движения, она вообще не хочет думать о безопасности, потому что очень зла. Это показалось ей выходом, поэтому она ускорила шаг. Она ехала все быстрее и быстрее, ее сердце бешено колотилось в груди. Если вы отправитесь в Джорджию, вы заметите, что в этом районе есть большие леса в штате многопышных деревьев. Хотя такими видами часто восхищаются, иногда они могут быть источником беспокойства для путешественников или водителей. Известны своими длинными извилистыми дорогами в сочетании с бесчисленными деревьями, следует проявлять осторожность, особенно при движении по знаменитым дорогам Наска. Шеннон в конце концов выбрала эту дорогу. Хотя она слышала, что в этом районе часто происходят дорожно-транспортные происшествия, эмоции, вызванные ссорой, все равно очень разозлили ее. Безопасность не была для нее на первом месте, и Шеннон все еще шла по извилистому пути. Когда она впервые приблизилась к опасному повороту, ей удалось без проблем управлять автомобилем, прежде чем ей потребовалось снова поворачивать, чему она быстро научилась. Шеннон вспоминала, когда я вошла во второй поворот, машина была уже не такой, как в предыдущем повороте. На этот раз задняя часть автомобиля была разбита. Шеннона выбросила с водительского сидения через заднее стекло автомобиля. Когда бедная женщина снова проснулась, ее голова ударилась о стекло, и она была без сознания. У нее кружилась голова, она не могла предвидеть ситуацию, в которой оказалась, потому что все было как в тумане. Она чувствовала, что ее ноги на заднем сидении, а тело в неудобном положении, она была в ловушке. «Из-за того, что моя машина врезалась в дерево, никто из проезжавших мимо не мог меня увидеть», – сказала Шеннон. Ее машина врезалась в дерево внезапно и сильно, только когда люди остановились и пошли пешком. Машины пролетали мимо, и люди не могли видеть, какой беспорядок был в этом месте. Шеннон поняла, что за ней никто не приедет, и запаниковала, думая о своем муже и их ссоре и сожалея о том, что поехала туда, где сейчас находится. Она была так слаба, что плакала изо всех сил. Когда Шеннон уже собиралась сдаться, к машине внезапно подошла любопытная собака, бродячая собака спасла умирающую женщину из автокатастрофы. Она была убеждена, что застрянет там навсегда, и никто не найдет ее, пока она не потеряет сознание. Размышляя о том моменте, Шеннон сказала, «Я не знала, распространялось ли это». «Я не знал, вернется ли он к своему первоначальному владельцу, но он встретил меня, и я благодарю Бога, что это произошло.» Собака потащила ее. Она прошла более 100 футов, чтобы позвать на помощь, и благодаря этому удивительному акту доброты женщина была спасена. Таинственное животное оттащило ее от дерева на луг, и в конце концов они добрались до участка рядом с дорогой. У Шеннон было больше шансов быть спасенной на обочине дороги, потому что водители с большей вероятностью могли ее увидеть. Однако Шеннон все еще чувствовала, что ей нужно сделать больше, и лежала на земле, ожидая, пока подъедет машина. Ободренная пушистым животным, Шеннон попыталась отползти подальше от кустов. Сначала она сопротивлялась, но собака не сдавалась, поэтому подобралась к ней поближе и слегка наклонилась, как будто вытягивая шею в ее сторону. Шеннон обнял собаку за шею и потянул изо всех сил, впервые с момента аварии встав на ноги. Она чувствовала ветер на своих волосах, и кожа ночь была холодная, а на ней было мало одежды. Мысль о том, что собака пойдет за ней, согрела ее сердце, но они стояли вместе, ожидая, когда кто-нибудь приедет. Наконец подъехала машина, когда Шеннон схватила собаку. Было темно, и она не очень хорошо видела, поэтому не могла сказать, что это была за машина. Тем не менее, Шеннон была вне себя от радости, когда машина подъехала к тому месту, где находились она и собака. Собрав все свои силы, она высунулась в окно и попросила пассажиров о помощи. Она почти плакала, она сказала, «Я только что разбила машину, вы можете позвонить моему мужу». Она приложила много сил к хрупкому телу Шеннон, но вскоре снова потеряла сознание и упала. Она была без сознания, и незнакомец в машине быстро позвонил и предложил ей необходимую помощь. Когда некоторое время спустя Шеннон открыла глаза, она обнаружила, что лежит на больничной койке. После того, как она проснулась, к ней вскоре пришел врач, напомнив, что с ней произошло. Хотя Шеннон все еще была как в тумане во сне, она смогла разглядеть обеспокоенное выражение лица доктора. Врач осторожно назвал ее по имени «Шеннон, у вас небольшое кровоизлияние в мозг». Услышав тревожную новость, врачам и медсестрам пришлось выяснить, нужна ли их новой пациентке операция. Кровоизлияние в мозг может быть серьезным, поэтому им нужно принять наилучшее из возможных решений, чтобы убедиться, что с Шеннон все в порядке. Пока она ждала, Шеннон лежала в постели, и пока она отдыхала, ее мысли вернулись к драке, автокатастрофе и собаке, которая спасла ей жизнь. Все, что произошло за последние 24 часа, казалось сном. Прошло несколько часов, прежде чем доктор вернулся в палату Шеннон. К счастью, врачи подтвердили, что кровотечение было незначительным, и пока она будет отдыхать, ее организм заживет сам, а это значит, что ей не понадобится никакая дорогостоящая или опасная операция, и она сможет с комфортом вернуться домой под присмотр своего мужа. Шеннон смогла полностью восстановиться благодаря всему, что сделала собака, это было фантастическое животное. «Если бы он не спас меня, меня бы здесь сегодня не было», сказала Шеннон. Она была полна похвал собаки, хотя Шеннон изначально думала, что у собаки есть хозяин и что она просто потерялась. Тем не менее, после такого героического поступка они больше не могли игнорировать собаку. Собака была взята обществом защиты животных, когда Шеннон направился от полученных травм. Эта собака привлекла много внимания, и ему посчастливилось быть усыновленным. С тех пор ему дали имя, которое многие считают идеальным выражением его характера. Его назвали Герой, а Хайди была усыновлена Хайди Дрюди. Эта женщина – инструктор по поиску и спасению собак, и она не могла бы быть лучшей хозяйкой этой собаки-спасателя. Хайди немедленно приступила к дрессировке героя, который, как она планирует, станет сертифицированной поисково-спасательной собакой. «Поисково-спасательная собака, которая готова к работе, мы тренируем ее прямо сейчас, и она действительно хорошо справляется», – объяснила Хайди. Удивительно думать, что герой может быть рядом, чтобы найти кого-то нуждающегося. Без какой-либо подготовки каждый может увидеть, насколько он чист внутри, – поделилась Шеннон в интервью. Видео было быстро загружено в интернет и собрало тысячи просмотров. Ближе к концу видео Шеннон расплакалась, поблагодарив собаку за помощь. Он всегда будет моим героем.